он говорит или что сердится ой я темня не могу вот у него там еды полно нечего ему делать тут мне помогать ему но я его видите что-то возбудила прям он сидел спал и теперь забегался забегался поговори со мной что ж ты только что разговаривал привет друзья вот видите чем показываю попугай ну иди сюда чашечка чего чего он иногда так разговаривает хорошо вот замолчал не хочет посмотрите друзья это вот у меня живет квартирант вот такая вот история и он попросился с попугаем я сказала что я без домашних животных пока мне пожалуйста без домашних животных не надо мне все это очень сложно ну собак кошек то тем более не надо что вы шумные все он говорит ой вы извините но вот у меня попугай маленький можно я с ним ну как не взять попугая вы знаете мне прям его даже жалко этого бедного папку кошу-папошу потому что ухты он кусается он слышите как только ну что да я ж тебя я ж тебя не дразню я ж тебя не дразню вот он говорит что у него этот попугай живет давно и вот он бедный все время сидит один вот можете себе представить он говорит что все время квартиру он то есть комнаты он снимает арендует и никто не хочет шума и вот если ему купить какую-то подружку то он начнет шуметь они будут разговаривать шуметь и поэтому он несчастный живет сидит один целый день тот на работе на попугай у меня один я вот уже сказала пол зовут мужчину я говорю может быть я к нему буду заходить ему там посмотреть что надо он говорит да конечно сейчас он уехал на выходные вообще на три дня я смотрю за попугаем показываю вам его а вообще история вы знаете конечно крайне интересная с этими вот моими постояльцами это вообще конечно вы знаете настолько они все разные и вот у меня спрашивают тут расскажите про английских мужчинах ну как то вы же понимаете что вот так вот обобщать все вместе как-то говорить в общем это не получится все разные абсолютно разные мужчины бывают хорошие бывают не очень хорошие бывают замечательные вот если даже вот смотреть может быть может быть что-то поймете вы вот я вам скажу например несколько у меня было мужчин английских постояльцев был у меня один постоялец филипп звали вы знаете это вообще конечно так интересно потому что он когда ко мне приехал он приехал на машине зашел а я тоже такая он у меня первый по моему был как раз это я еще жила в бангало и там как я говорила мне все счета заморозили когда муж мой умер в заморозили все счета жить мне было не на что ну и я как бы думаю попробую опустить кого-то попробую квартиранта ну и вот и пришел этот филипп и он такой перепуганный и я такая перепуганная я у него спрашиваю вас есть какие-то рекомендации он говорит ой я у меня нет но я могу вам принести но я подумала знаете думаю просят эти рекомендации вообще-то у людей но это же можно и напечатать и написать там подпись поставить откуда я знаю что я буду перезванивать спрашивать может быть кто-то и перезванивает но я нет ну и я подумала что вроде ничего такой мужчина лет 50 полноватый такой с бородой довольно колоритной внешности в каком-то спортивном костюме ну я говорю хорошо он мне говорит я вам и депозиты все 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 заранее заплачу я груда давайте и он сразу быстренько стал у меня жить так он вообще вы знаете он не вылезал из этой комнаты своей вообще днями он там все время лежал я у него потом спросила говорю начали немножко знакомиться игру филипп может быть вам что-то надо может быть как-то а у меня тогда еще и машины не было он мне сам предложил говорит а давайте я вас если хотите за продуктами буду на своей машине возить ну и так вот больше больше и так и познакомились поближе и он потом мне рассказал говорит ну вы знаете я не мог устроиться никто меня не брал вы первое единственное которое меня взяли мне негде было жить и я жил несколько месяцев в машине спал в машине представляете но у него правда машина такая комби форт по моему старая конечно но большая можно там разложиться но в машине жить несколько месяцев и при том что он коренной англичанин вот я говорю по почему так что ж такое он говорит ну вот никто не хотел у меня работы нет и нет не было у меня смотрите что-то поднял кушет не было говорит у меня рекомендаций и никто не брал не хотел тем более когда я откровенно рассказывал что я вот живу машине долго а получилось так что он потерял работу он работал слесарем каким-то значит там ползал по люкам открывал люки вот эти вот на улице знаете крышки туда они заползали заползали смотрели там что-то чинили и он стоял очень долго часто на коленях и вот из-за этого значит у него какая-то болезнь профессиональная вот это с коленями но самое интересное что ему никто не дал ни больничных ничего а так как ему только 50 лет никакой пенсии ничего и он значит из-за того что работу потерял там что такое я не поняла конечно как он смог и дом потерять но он еще и дом умудрился потерять дом был с сестрой он сказал что и сестра там половину мою забрала и в общем его на улицу выгнали я понять не могла он говорит я ненавижу всех людей очень очень было ужасно и я постепенно постепенно как-то с ним общаясь я ему говорю филипп ну ты в общем то как то попробуй еще раз он говорит я не знаю я говорю сходи вот бенефит и по говорим я уже ходил они мне отказывают я говорю сходи еще раз в общем вы знаете я его вот так вот так вот так потихоньку потихоньку я его вытащил он сходил несколько раз прибежал такой счастливый говорит ой вы знаете мне подписали вы были правы мне теперь дают бенефиты. Счастливой невозможно. И, в общем, ему дали хом-бенефит. И дали какую-то там комнату. И он от меня ушёл. Но потом ещё долго мне писал по e-mail. И даже недавно я его встретила случайно на улице. Он радостно ко мне побросился и говорит, у меня ведь новости, новости. Я говорю, что случилось? Я ведь девушку нашёл. Мы уже так давно вместе. Показал мне молоденькая, симпатичная фотографию. Показал в своём телефоне. Молоденькая, симпатичная девушка. Очень симпатичная. А он вот ни калаша, ни двораша. Представляете, живёт на бенефитах. Ничего не имеет. Здоровья не имеет. И молоденькая, моложе его. Англичанка. Не знаю я, друзья, конечно. Потому что ну вот обычно, конечно, с такими мужчинами никто связываться не хочет. Тем более практичные англичанки. Ну, значит, не все такие одинаковые. Вот. Так что, немножко рассказала про английских мужчин. Я не знаю. Все они разные. У меня вот девушки тоже спрашивают, а что вот сипарат означает? Как вот, если мы знакомимся? Ну, я могу сказать по своему собственному опыту. Сипарат это же, что живут раздельно, но развод не оформили. Это ужасное дело. Потому что чаще всего сипарат, значит, он ушел. Вот он арендует жилье, жена там осталась в доме. И будут они жить вот так вот, по-моему, то ли два года, если детей нет, а если детей есть, то пять лет. И потом автоматически разводятся, если нет никаких претензий у них там друг другу материальных. Разводят автоматически. Вот. И вот этот сипарат, конечно, не дай бог, вот, сразу знакомиться с более мужчинами, у которых уже это все понятно, более понятно, что с ними будет в будущем. Притом бывает, что сипарат, вот они пожили раздельно, потом решили, что они лучше бы сойтись опять, они сходятся. То есть вопрос до конца не решен. И зачем? Поэтому, если вы выйдете где-то, или вам мужчина говорит, вот мне одна девушка написала, вот я познакомилась в Лондоне, такой чудесный, замечательный мужчина, такой добрый вообще, а вот он, сипарат. Ну, что я могу сказать? Каждый, конечно, сам смотрит, что ему надо. Ну, вот объясняю вам. Лучше, конечно, заранее уже, чтобы человек или разведен был, или одинок, или вдовец. Ну, сипарат, это, конечно, никуда не годно. Для знакомств, для будущих, я имею в виду. Ну, вот так, вот так, друзья. вот такие попугаи, вот такие дела. Пока-пока!